В Одессе шесть вечера вы смотрите новости на седьмом канале. В студии с вами Игорь Буренко. Здравствуйте. Снова неспокойно в Одесском Медыне. На этот раз не работает бухгалтерия. При этом еще вчера главбух университета Татьяна Францева на камеры уверила, что все выплаты происходят вовремя. А ВОЗ работает в штатном режиме. Натомисть свідки стверджуют, что Татьяна Петрівна вышла разом из своего кабинета с Сухиным Юрием Витальевичем в оточенні этих молодых и села до автомобиля и поехала где-то в неведомый напрямок. То есть мы можем сказать фактически о том, что сейчас бухгалтерия на челе с главным бухгалтером блокирует работу университета. 14 человек с оружием задержали одесские патрульные после стрельбы на Добровольского. Там около часа ночи группа неизвестных из травматических пистолетов и помповых ружей обстреляла фасад лото-маркета. На месте нашли 16 гильз от пистолета и 4 ружейные. После молодые люди скрылись на Мерседесе-спринтере с наклейкой «Внимание, дети!». Автомобиль с нарушителями задержали на Балковской. Как оказалось, они приехали из Киева. Во время осмотра микроавтобуса полицейские нашли, кроме пистолетов, также кастет, биты и дымовые шашки. По факту налета открыто уголовное производство по статье 296. Хулиганство с применением оружия. Как рассказали нашим журналистам, работники пока закрытого лото-маркета, это уже третий налет за последний месяц. Якобы от заведения требуют деньги. По ориентировке был установлен автомобиль, который задержали на улице Балковской. В автомобиле находилось 14 мужчин. При осмотре автомобиля было выявлено травматическое оружие, пистолеты, а также холодное оружие, биты и кастеты. Все лица задержаны, переданы следственной оперативной группе. В данный момент ведется следствие. Одесские активисты требуют от прокуратуры остановить строительство на пляже Лонжерон возле дельфинария Нема. Они уверены, что стройка незаконна. В свою очередь правоохранители заявляют, что законных оснований на такой запрет у них нет. Также в прокуратуре объяснили, что сейчас идет два судебных разбирательства по этому делу. Одесские правоохранители участвуют в процессе об использовании земельного участка. А в суде, где рассматривают законность условий и оснований разрешения на строительство, интересы государства представляет ГАСК. Предметом спору есть передача земельной делянки. И другим предметом спору вообще есть законность действий ДБК за позовом предприятия. Постановка от 5 вересня, позов забудовников задоволен. И фактически действия департамента вызваны незаконными. Если через месяц представители архитектурно-строительного госконтроля не подадут апелляцию, тогда у прокуратуры будет повод вмешаться в этот судебный процесс. В свою очередь активисты заявили, что если через месяц не увидят действия от правоохранителя, они вмешаются в строительный процесс сами. Килограмм марихуаны, 600 граммов кокаина, 2 грамма амфетамина и оборудование для пасовки наркотиков. В одесской полиции рассказали подробности задержания наркодилера, у которого также обнаружили 6 пистолетов и боеприпасы. Сам он из Днепропетровской области, но начать работу в Одессе так и не успел. В ходе проведения обшипа на квартире, которую арендував злоумисленник, было выявлено и вылучено в однипальная зброя, набои, приспособления для бесшумной стрельбы, великая кількость наркотичных засадов. В парке Шевченко у карантинной стены одесситы могут пройти бесплатную диагностику состояния здоровья, а также поучаствовать в практических тренингах. Все в рамках международной конференции «Здоровье в городе», которая проходит в Одессе. Обсудить проблемы зависимостей в мегаполисах, борьбы с ВИЧ-спидом, насилие в эпоху урбанизации приехали больше 300 экспертов из 30 стран мира. Одесса подписала две декларации. Это по ВИЧ, парижская декларация присоединилась к городам, которые взяли на себя обязательство бороться с ВИЧ на уровне города. И чуть позже по туберкулезу, декларация Zero TB City. То есть конференция приехала в Одессу потому, что уже была продемонстрирована политическая воля решать что-то. Ученые считают, что украинские вузы готовят мало историков узкого профиля. Так специалисты подобного рода смогут изучать историю Украины, привлекая большое количество зарубежных источников. Это, в свою очередь, поспособствует развитию истории в нашей стране. С одной стороны, у них историки и университеты готовят много. И много высококвалифицированных. Но историков-джерелознавцев, на мой взгляд, очень мало. В частности, где, на каких исторических факультетах готовят фаховцев с знаниями польской и старопольской, литовской и старолитовской, угорской и староугорской, румунской и старорумунской, немецкой и ческой. Одесситы будут соревноваться за Кубок Украины по кайтбордингу. Соревнования пройдут с 18 по 25 сентября неподалеку от Геническа. На курорте Арабатка Клаб. Всего в них примут участие 50 спортсменов со всех уголков Украины. Впервые, помимо судей, победителя будет определять специальный датчик. Он будет измерять высоту прыжка на кайте. Есть приложение к этому датчику. И он показывает, кто сколько прыгнул, какая высота, какая сила приземления, какая амплитуда. И очень удобно, в принципе, определить победителя по такой вот удобной вещи, как ВУ. И это будет впервые. Это очень довольно-таки технологично. В Одессе пройдет второй международный женский действенный форум. В этом году его посетят 250 женщин из 35 городов Украины. Перед ними выступят 25 спикеров. Среди главных месседжей – гендерное равенство и самореализация женщин в обществе. Это регулирование проблем с самореализацией женщин в обществе. Обговорение инструментов, залученных женщин к социально-экономическому развитию общества. Паритетная демократия, залученных женщин к политике. И нетворкинг, романские женичные организации со всей Украины. Форум у нас будет складаться из четырех панельных дискуссий. Одесский Меркурий на фронтоне горсовета на время останется без руки. Об этом сообщил начальник по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапин. Ко всему виной плохое состояние этой части скульптуры. Згодом за несколько недель, после того, как будет проведена вся работа в майстернии, будет демонтирована часть этой руки. И после этого поставлена на место, уже восстановлена в необходимых пропорциях, сгідно фотографии, которые есть, сгідно первого взгляда, эта рука. Пока это вся информация, больше новостей смотрите в следующем выпуске ровно в восемь вечера. Ну а далее эфир седьмого продолжает мой коллега Евгений Салтан в лайв-студии. Женя, здравствуйте.